Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Следующая команда, которая летит в космос до своего идеального продукта на ракете, будет команда Прозоро. Аплодисменты. 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 Мы хотим получать помощь и мемборство от наших суддей. И особенным призом сегодня наши суддя решили нагородить команду Прозора Приватизации. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваш проект выкликал очень большой интерес и будет связываться с суддей и поможет вам дальше развивать его и проводить его в жизни. ВИТАЮМУ! АПЛОДИСМЕНТЫ И давайте еще раз поддякуем всем суддям. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И с теми участниками, которые получили ракету, связываемся мы с Виталиком, а с теми, которые получили выяснение суддям, связываемся с суддям. А нам всем хочу еще раз снова против него. Что ув merde. szybяка слов, кто не выиграл приз. Чему? Просто не來到 с него связи можно попробовать, и так далее? Можно даже так, чтобы каждый из вас говорил про радиацию. Командыру. АПЛОДИСМЕНТЫ Классика жанра. Янека, тык там. Разумеется. Нет, про маячок я уже вчера сказала. Денис, что ты скажешь? Просто я уже тоже тому казала, что... Ну, спасибо всем, кто принимал участие. С проектом, которые не победили, мне кажется, есть много проблем. Что, что скрывать? У кого-то не хватает людей в команде, у кого-то не хватает элементарно понимания, как правильно структурировать стартап, так, чтобы в нем были закрыты все основные блоки. То есть у кого-то есть просто идея и презентация, у кого-то есть вроде бы технологическое решение, но непонятно, как с ним дальше поступать. Кто-то в команде не имеет достаточно людей для того, чтобы быстро чего-нибудь отрисовать. То есть видно, автор горит, ну а что дальше? Поэтому моя все-таки рекомендация. Я бы не хотел конкретно по проектам идти. Хотел бы сказать просто, что самое главное, мне кажется, в проектах это все-таки фокус. Фокус в проектах чем четче, тем они быстрее прогрессируют в любой разработке, там, двухдневной, более длинными спринтами. И, ну, по нашему опыту в инкубаторе, как бы, чем короче спринты, тем лучше. И на самом деле у меня после сегодняшнего случая замечательного появилась идея, может, мы вообще будем каждый день хакатоны делать? Ну, в общем, я желаю всем не отчаиваться, поддаваться дальше. Вот тут хакатон закончился, но в следующем месяце у нас новый набор в инкубатор начинается, 19.91. Поддавайтесь к нам, будем стараться доводить идеи до ума. Я бы хотел сказать свое мнение, конечно, у меня нет претензий на истину, но для будущего. Когда есть маленький проект, вы должны конкретно выйти из конкретной идеи и доказать судям, что этот продукт у вас получится. И не надо там общих слов и демократия, а про демократию это же просто, что у меня вот есть такое предложение, этот продукт будет работать по тому, что потом иди все. Например, ваш проект. Мне очень понравился, но я не понял. Я понял одно, что если, например, кто-то где-то замерзает, например, есть проблема физического существования и будет там на карте это самым, да, эффективно. Но если, например, в каком-то городе, я не знаю, с тобой был. Винни, в Малькове. В Малькове там открыто, открытый люк, кто-то написал один раз, и никто не посмотрел. Второй раз он на этот сайт не войдет вообще. Вы понимаете, а вот имплементация этого, чем больше проблем, тем, тем, даже ли это все инкрементировать. Понимаете? Поэтому, ну, я думаю, что вы не должны остановиться. Может быть, это не маленький проект, а большой. Может быть, это в этих рамках. Поэтому всем участникам я хочу поблагодарить и сказать, что все проекты были очень хорошими. И не отставайте от этого. Хорошо? Спасибо. И хотел бы тоже сказать, что я очень много общаюсь с инвесторами, и знаете, чем проще продукт, тем проще объяснить, тем проще продать. В смысле? Если мы решаем все в мире, то возникает вопрос, а что же мы решаем, потому что мы не можем решить все. Если мы решаем одну проблему, то она понятна, скажем так. И я не знаю, или мне можно сказать, но мы однозначно, нам нравился продукт полиции, цифровать, потому что оно было очень понятное. Очень понятное. Проблема, решение, и не очень холософия, но конкретно. То есть и в этом смысле есть и большая сила упростить, в хорошем смысле упростить, да, конкретное понимание и процесса. Проблема, решение, путь и так далее. Я понимаю, что громадок вы не можете решить многие проблемы, которые вы еще не понимаете. То есть там как раз ничего личного, может в какой-то ситуации невозможно все оценить и все сделать. А может это и не знаю. Но знаешь, что еще как-то не назрело, надо, наверное, понять, оценить проблему и тогда решить. То есть из-за этого просто хотел сказать simplify. То есть красота, красоты. У вас, знаете, все. Да. И я хочу сказать, что я хочу сказать, что это не очень сложный, чем решить бизнес-стратеги на технических проектах. Бизнес-стратеги это очень сложный, это очень сложный, очень сложный, очень сложный, это очень сложный. Но как вы можете forward for your projects, try to always think about your business strategy. How will you survive? How will you sustain your model? How will you make money in a legal, transparent way? So try to think about monetization of your efforts. How will you make a living? How will you generate revenue? And this is not a bad thing. Even when you're in the public sector, you have to think about sustainability, for your team, your staff, and your vision, not just the problem you're trying to solve. So, and this is not easy. Wrapping a business model, a sustainability model around cool technology is one of the toughest things that anyone can do. So I just want to keep that in your minds. What's your business model? Спасибо всем большое. Я бы также хотел сказать, чтобы вы обратили огромное внимание на то, как вы разрабатываете бизнес-модель для данного каждого проекта, потому что это тоже есть очень важно, поскольку каждый проект вы должны продумывать, как он потом выживет в реальной жизни, как вы можете его применить, и также о том, как вы можете на нем заработать. Потому что вы тоже должны вы учитывать в том, что вам нужно жить на определенные деньги, что вы можете потом преподнести этот проект, даже если вы публичное лицо. Тем не менее, это не есть плохая цель заработать на данном проекте, если он действительно приносит пользу. Спасибо. Олег? У меня наблюдение следующее. Я сейчас вижу большое количество молодых людей, активных людей, тех, кто не сидит на диване, тех, кто старается изменить мир вокруг нас. И я вижу проекты, которые успешны, которые успешны, но не очень, или которые не успешны. В любом случае, это очень хороший результат, что сегодня вы пришли сюда, получили фидбак, и наибольшим достижением, и наибольшим результатом ли то, если вы не будете останавливаться, если вы хотите двигаться дальше. И главное, коммуницировать между собой. Вы здесь не являетесь конкурентами. То есть тот человек, который занял первое место, с легкостью должен сотрудничать с тем, кто занял последний, потому что он может помочь создать какую-то другую продукцию. Вы должны коммуницировать, создавать определенную экосистему людей, которые меняют мир. И это на самом деле важно. Важно, чтобы вы оставались друзьями, помогали друг другу, даже если вы работаете в разных командах. Но двигайтесь вперед все вместе. Спасибо. Дуже дякую вам за такой фидбак, и чтобы закрепить эту дружбу, пропоную всем разом закреповаться. Спасибо. 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 . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . 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